Ребята, привет. Меня зовут Ваня, у нас в гостях. Давно не был. Ваня, Иван Дурак. Запоминайте, ребят, и подписывайтесь срочно на канал Ивана Дурака. Такого нет. Но он вернулся из армии, уже работает. Мы решили порисовать с ним ещё как в дальние времена, в давние. Бушкентёры 20 лет спустя. Рисуем мы? Ну, я думаю, что стоит начать с чего-то необычного. Для тебя... Наверное. Наверное. А что для тебя необычное? Рисуем? Обычно я рисую недорого. Да, обычно. А сейчас я просто вернулся такой, начинаю отгнуть свою линию. Давай рисовать игрушки компьютерные. Ну, мне нравится компьютерные игрушки, давай мобильные. Будем в курсе дела. Начнём с первого, что это мобильная игрушка, Индии разработка. Индийская разработка, да? Ну, почти. Как называется, чтобы, ребят, называется она... Ну, по-русски День Эр. День Эр. Так и будем называться. Это мужик в жёлтом плаще, да? Ну, по плану, да. Рисуем мужика в жёлтом плаще с винтовкой. С снайперской винтовкой. Да, так что самое лёгкое... Я чувствую, я сейчас вообще ничего не вижу. Да, пока Ваня расскажет. Вер, может, повторять за мной, например. Капюшот. Он похож на Сталкера, да? Да. Ну, будем говорить, да. Всё на свете похоже на Сталкера. Рассказывай, рассказывай. Ну, и расскажи, потому что я в игру не играл. Ну, да. Вот я как раз и постараюсь просветить вкус дела. Рассказывай. Хорошая игра. Ты играешь сейчас в неё? Я попробовал. Мне, в принципе... Понравилось? Я в неё раньше играл. И она, в принципе, да, изменилась очень сильно сейчас. Так, расскажи, что... Так, начнём... Может, начнём сначала с сюжетки? Ну, кратко расскажи, что там. Советский Союз, 1984 год. Мне уже нравится. Мне уже... Советский Союз. Мне нравится. Уже 1984 год. Мне нравится. Я был маленький, ходил в школу, как бы. Происходит... Куда ходил? В садик. Происходит в 1984 году. Идеальное время. Наш персонаж очнулся в каком-то... То ли Запорожье, то ли в Никеле. Где-то это получается... На Восточной Украине? Нет. Ну, Южная Украина. Запорожье. Москва, если действовать по сюжету, это где... Недалеко от Москвы, да? Это надо вниз, влево. Мурманск. Это где у нас? Мурманск. Это вообще в другой стороне. Ладно. Географию, я понимаю, изучали те, которые эту игру делают. Возможно. У Мурманск реально с Запорожьем, да? Факт того, что там есть наш городок, и он выглядит как просто городок, а не станица. Так, так. Мы рисуем главного героя. Что там происходит? Что там? Мы очнулись с Амнезией, мы ничего не помним. Это, в принципе, обычная история. Да. Как просветить персонажа в игре. Чтобы было интересно, чтобы он сам узнавал. Что он ничего сам не понимает. Да-да-да. Вместе с персонажем. Как и читать. Дать ему амнезию, дать ему... Либо немой этот... Немой... Враже... Ну, я понимаю. Мне не нравится этот вариант. Мне нравится, когда болтают. Не, он тоже болтает, но здесь просто текстовые диалоги. Это вот, типа, как его называют? Это текстовые. Я понимаю, понимаю. Но вот мне нравится. Текстовые хорошие иногда бывают. Интересное написано. Но это не дискоэлизиум. Жалко. Дискоэлизиум, который там с лейтенантом Кимом. Да, давай дискоэлизиум тоже нарисуем попозже. Я, кстати... Не играл? Ты играл? Я не слышал просто. Я смотрел стримы, я пытался играть. Это невозможно играть. Это текстовые квесты, там просто все рандом, рандом. А здесь, ну, почти. Ну, хорошо. Ну, и дальше что? Начнем с того, что... Что, что? Рассказывай, рассказывай. Сейчас я постараюсь. Я понимаю, вот мы рисуем чувака. Это какой-то сталкер опять. Не совсем. Это были... Вообще, его по сюжету назвали, типа, сбежал. Началась там война из-за того, что началась эпидемия какого-то. Какого-то вирусника, чумы. Это поставили ковида, да? Ну, а-ля ковида. И поэтому, мне кажется, вы это начали играть во время изоляции. Да, нечего делать. Можно играть в ковид и историю. Дальше, дальше, дальше. Так, ковид и историю. После этого, ну, как бы, мы очнулись. После... Была ядерная бомбардировка. Это мне уже меньше нравится. Сейчас особенно. Напрягающе. Да, 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 да. Ну, это ладно. И дальше что? Была там, походу, я так понимаю, фронтальная война. Точнее, лицо лицом к лицу. Ну, и наш этот сбежал. Так, боец. Он боец, типа, почему объясняется, почему он может владеть навыками оружия спокойно, и у него нет этого. Приступов паники там всяких, когда он оружием, допустим, пользуется. Как у меня, например. Да. При этом он учитель труда. Бывший. Так, очень странно. Ну, ладно. У него была жена, была дочь. Он их, походу, сюжета нашел. Так. Ну, точнее, как... Я могу заспойлерить? Не, не, не спорить. Это, как бы, не очень суть-то важная. Ну, да. Мы просто расскажем ребятам, которые не играли, к примеру, или хотят вот нарисовать такого героя. Да, у него была семья полноценная, бабушка, дедушка тоже были. И тут он попал в... Ну, попал в не самые лучшие времена, я бы сказал. Запорожье, да? Нет, я так понял, он просто сбежал и попал, ну, как бы, очнулся за Запорожье где-то возле... Ну, я так тоже понимаю, что не особо в географии. Запорожье это Украина. Или не Запорожье называется. Я просто не знаю. Ну, ладно. Ну, в общем, где ты оказался? В России. Ну, точно есть Мурманск. Ну, это понятно, это север какой-то. Не, не Мурманск. Северные. Казань брал. Москва есть? Москва есть. Москва однозначно есть. Москва, Кореновск, Тобольск. Ну, значит, нормально. Достаточно. Нам достаточно. Как его? Сейчас. Кто придумал спирт? Спирт? Менделеев. Менделеев, да. Вот. Менделеев. Спирт до этого придумали. Менделеев есть город. Ага. Ну, хорошо. Я не видел Менделеев в жизни, но надеюсь, что он есть. Почему он жёлтый плащ этот мужик? Жёлтый плащ, вероятнее всего, это раньше был дождевик, чтобы тебе было лучше видно. А сейчас это активно неудобно? Если он воюет и стреляет, то неудобно? Нет. В основном у них проблемы – это не погода. Здесь уже вируса больше нет. Он пропал просто. Или все, кто остался в живых, они просто имеют иммунитет. Тоже удобно, удобно. Как мы с тобой, да? Ну, там… Да-да-да-да. Рассказывай дальше. Дай я сейчас пытаюсь помнить, что там произошло. Да, стрелялки, покатушки, пострелушки. Там есть разность. Там много советских техники. В мобильной игре, а как ты катаешься? А там нет, там по факту это что-то типа… Или пошаговая стратегия? Сейчас скажу. Там по факту как? Это выживание, песочница. То есть, ты можешь поехать туда, поехать или пойти. В транспорт тебе добавляют просто скорости. А-а-а, понятно. Ну, то есть, это как шахматы. А вот боевка, да, там шахматная. Как шахматы действуют. То есть, у тебя есть очки действия определенные. И они там, надо их это… Понятно. Использовать. Ну, там прям реально шахматы. Там все на клеточке разделено. Стенки есть. И лутаешь, как бы зарабатываешь что-то, да? Да. Есть такое. Я понял. Ну, хороший, хороший, хороший. Тебе нравится игра? Ну, просто как бы чисто поменяться. Ты ещё как бы до армии играл в неё, да? Да, я как бы вот эту… А теперь? А после армии там сказали, короче, всё, извините, Белас теперь у нас не вечный. Так, и что? А эта вот штука… 200 тонн, которая может переносить на себе 200 тонн груза, при этом не ломаться, было очень хорошим средством. Да. Оно ещё могло плавать. Так, так. А сейчас выбрали вот этот момент, то, что плавать транспортному средству можно. Только могут лодки, вездеход БРДН какой-то там был. Не, не БРДН, там другое что-то было. Ну, в общем, убрали возможность плавания автомобилей. Но ты расскажешь про механику, да? Да, это то, что изменилось. Ты играл до, теперь играешь после, а… Я, к сожалению, как бы я не готов был к этому исходу, я немножечко шокирован был. Ну ладно. Да, я разочаровался и удалил игру. И что, что? И удалил игру. Удалил игру? А что мы тогда её рисуем, плохая игра, что ли? Не, я просто слишком для неё это, лёгкий. Ты… Ну, в смысле, как это сказать? Типа я не люблю Dark Souls играть, потому что слишком сложно и слишком душно. А там сложная игра? Dark Souls? Нет, вот это конкретно, что не Dark Souls. Не, просто как бы тебе нужно очень-очень сильно много… Времени тратить. Есть такое, как это называется, Green Detail? Да, да, да. Типа никому не нравится, я не знаю, кому, может быть, не нравится. Не, кому-то просто, если, допустим, Green даёт преимущество… В чём? То есть, ладно, если бы не донат. Донат прям… Ты просто берёшь в один клик и всё, и у тебя проблем нету. Ну и что? Мне, например, не нравится ни донат, ни… Я тоже не фанат доната. Не в один клик выигрывать. Мне нравится, когда уже механика есть, ты играешь. Купил игру, играешь от начала до конца. А если здесь… Ну, мне понятно, что затата бесплатная. Тут есть онлайн, конечно же. Ну, а как ты там с кем-то… Я? Нет, я… Ни с кем ещё не играл пока что. И, наверное, не буду. Надо, надо, надо тренироваться. Сейчас… Социальную эту… Тренера… Современно… Как в социальный стелс психолог. Вот такая, чтобы выживать, нужно иметь ячейки общества. И нужно создавать эти ячейки… Связи. И всё больше, и больше, и больше. И тогда у вас, ребята, способ выживания будет лучше. Одному… Ну, да. Типа Кумасу, как это у нас любят называть. Оборот. Это жизненная необходимость. Все обезьяны даже вместе живут. Ну, общество. Прайдер. И мы должны тоже в прайдер, да, жить. Просто, да, факт… Вот. Ты напомнил. Там есть поселения выживших. То есть, они там, ну, выживают, как-то борются с общим недугом. Создают свои общества по типу… Ну, там, я не знаю каких-нибудь… Синдикатов, допустим. И прочего. Да, да, да. И они там выживают. То есть, допустим, кто-то не вделает, кто-то… Инструменты, кто-то рудут встает, кто-то еще что-то… Правильно, города такое. Мы тоже в России выживать будем в скорости. Там просто, как в основном, города зацеплены. Тула оружейная. Сургут – это, по-моему, нефтеды было. Ну, там вся страна, скажем… Весь Советский Союз с Германией задействован точно. Ну, еще и Германия? Да. В смысле? Можно в Берлин поехать там. А там он… А потому, что ты ее задействуешь практически весь материк Советского Союза. Евразию это все задействуешь по факту. То есть, тебе придется долго ехать до Чернобыля, но… Ну, да. Ну, тебе нравилась игра? Да. Советуешь ребятам тоже? Однозначно. Ребята… Если Иван Дурак советует, значит, игра хорошая. Он провел, видать… И она халявная, я понял, да? Она бесплатная. И это, короче, определяется… Называется… День Эр. День Эр. Ну, и звали в честь того, что произошел какой день, когда началась эпидемия. Я надеюсь, в жизни у нас не начнется эпидемия. Была лужа. Но она прошла, и все нормально вроде бы. И все пошло без вот этого. Так что ничего. Не надо абнезию, не надо включать. Все получится хорошо. Вот у Вани уже получается лучше рисовать за эти годы. Годы не рисовал. Да. Но это мы наверстаем. Что скажешь еще? Ребята, Ваня возвращается. Он скоро поедет на учебу. Так что несколько рисунков мы будем делать, наверное. И опять пропадет. А так, в принципе, канал Рыбакит продолжается. Сейчас мы еще хотим еще кого-нибудь порисовать. Еще есть какие-нибудь игр, видеоигр и так далее. Пока у меня только одна. Пока что. Потому что он играл и знает, про что рассказывает. Еще мы хотели про видео, про мультики какие-то. А, ты говорил про мультики. Про, не знаю, там, Соник. Тебе нравится Соник? Или как там Душа? Как там новый фильм вышел? Фильм Душа? Кино. Я только помню мультик Душа. Да. Может быть, еще и из души порисуем. Сейчас найдем, порисуем. Так что давайте. Это первое такое пробное. После долгих лет возвращения. Я поэтому это хочу назвать рубрикой «Назад в прошлое». Или «Вперед в прошлое». А вот ты как бы начинал-то давно с нами рисовать. Да. Но просто я очень большую паузу сделал. И сам. Чего? Ничего. Мы все вместе здесь. Время идет. Мы взрослеем. Многие ребята выросли уже из канала. И сейчас перешли в ТикТок. Мы в ТикТоке пока паузу поставили. Но скоро вернемся. ТикТок. ТикТок, да. Подписывайтесь. У нас на канале Рыба Кит есть ТикТок. Есть еще Телеграм. Да? Телеграмчик. Телеграмчик. Подписывайся. Все. Прощаемся. Следующий будем рисовать про мультик «Душа». Я думаю, да.